Здравствуйте, мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами идем на Широкореченское кладбище. Широкореченское кладбище – одно из самых больших кладбища Екатеринбурга. Четвертое по площади. Ну и самое престижное. Здесь рядом есть поселок Широкая речка. Вот и от него кладбище и получило свое название. А, да-да. У матери, кстати, такой же крест на Кунцовском кладбище. Спасибо большое. Смех. Чистенько убирает. В интернете пишут, что отец бывшего президента Николай Игнатьевич был осужден по 58-й политической статье на три года заключения в исправительном трудовом лагере и был отправлен на строительство Волго-Донского канала. Но через два года его досрочно освободили за ударный труд и примерное поведение. Фамилия его раньше писалась через букву «Ы» – Ельцин. Пишут, что якобы Николай Ельцин в гражданскую войну воевал на стороне белых и поэтому изменил букву в фамилии. Он также изменил год своего рождения – с 1899 на 1906. Типа это могло доказать, что он в силу малого возраста не мог участвовать в гражданской войне. В 30-х годах Николай с братом вел контрреволюционную пропаганду на Казанском авиационном заводе. А отец Николая, Игнатий, был очень зажиточным кулаком, которого советская власть раскулачила. Это брат Михаил Николаевич. Михаил Николаевич Ельцин – младший брат Бориса Николаевича. Родился в Казани, где в то время жила семья. Учился в Уральском политехническом институте имени Кирова, но не смог его закончить. В 32 года отработал монтажником-высотником в домостроительном комбинате. Был трижды женат, детей не имел. У него была астма, проблемы с сосудами. В последние годы после перенесенного инсульта передвигался в инвалидном кресле-каталке. Ой, не держится. Так, что ли? Немного подаль Могила тёщи Бориса Ельцина, мать его жены Наины. Мы проходили её. Давайте вернёмся. Вот она. Мария Фёдоровна Гирина. Её семья была зажиточной, относилась к староверам. Мария Фёдоровна была очень религиозной. Других подробностей я в интернете не нашла. Примечательно, что это надгробие на её могиле очень напоминает надгробие на могиле матери Бориса Ельцина на Кунцевском кладбище. Я делала обзор с того кладбища. Пожалуйста, посмотрите. Первые захоронения на Широкореченском кладбище начались в 1940-х годах. В Великую Отечественную войну здесь похоронили более 800 военнослужащих, скончавшихся в госпиталях Свердловска. На данный момент кладбище закрыто для новых захоронений, разрешаются родственные подзахоронения и есть исключения для граждан города, погибших при защите Отечества, почётных граждан, народных артистов, ну и т.д. и т.п. Здесь, на Широкой речке, был в войну госпиталь, и многие, когда умирали, их не всегда индивидуально хоронили, а подчас хоронили, ну как братская могила. Да, делали. Это просто вот... Участок с местом захоронения Ельциных называется почётным. Даже установлена такая табличка. Так что, если захотите найти могилы Ельциных, то сначала ищите эту табличку. На этом участке много именитых граждан, ну, местного масштаба. Мне их фамилии ничего не говорят, я о них ничего не знаю и ничего не смогу вам о них рассказать. Просто пройдёмся немного и посмотрим надгробия как вид кладбищенского искусства, работу скульпторов. На этом кладбище есть много цыганских могил, так как здесь недалеко есть так называемый в народе цыганский посёлок. Надгробия на их могилах очень выделяются на фоне всех остальных надгробий. Они очень узнаваемы. Дорого-богато. Также здесь есть своя аллея славы в кавычках криминальных авторитетов и установлен мемориал экипажу Ил-76, который погиб 19 августа в 1996 году в результате технической ошибки. Грузовой самолёт Ил-76 выполнял чартерный рейс и через три минуты после взлёта с Белгорода на его борту произошло полное обесточивание электрооборудования. Три часа самолёт кружил в районе аэропорта, сжигая топливо, пытаясь совершить аварийную посадку. После седьмого захода самолёт рухнул на землю. В 800 метрах от взлётной полосы погибли 10 членов экипажа и два пассажира, сопровождающие груз. У основного входа на широкореченское кладбище к 30-летию Победы в мае 1975 года соорудили воинский мемориал, а 9 мая 2015 года здесь зажгли вечный огонь. Ну вот и всё. Я вас немного познакомила с широкореченским кладбищем города Екатеринбурга. Ждите мои следующие выпуски. Всем вам всего доброго. Всем пока-пока. И берегите себя.